Слава Господу! Молодец! Так смело, вот, так хорошо, красиво. Слава Богу, что наши дети могут вместе с нами служить Господу. Всегда, братья и сестры, чтобы не было каких-то, может быть, мыслей, непониманий. Если ваш ребенок хочет спеть, рассказать стихотворение, не надо ждать особых служений, дайте знать, и, пожалуйста, утром, вечером, будний день. Вот, я тоже хочу спеть, но сегодня голос сел, поэтому отложу это на другой раз, да? Слава Господу! Как ваше настроение? Слава Богу! Я тоже благодарю Бога. Мы собрались в поездку, есть в этом такое время, когда, и я должен был, все так складывалось, я должен был, у нас была возможность уже пересечь границу вчера, но как-то боролся с собой, и еще заранее, чтобы не пройти, не оставить хлебопреломление, и решили остаться вот на вечерю Господню, и уже как Бог устроит. Вот, мы хотим посетить некоторые церкви в других странах, и верим, что Господь поможет. И, конечно же, знаете, есть переживания, потому что сегодня есть какие-то вещи, которые, которые очень трудно, трудно, ну, как-то решаются или созидаются. Ну, мы верим, что Господь все контролирует. Почему-то я так подумал, ну, как пропустить хлебопреломление? Ну, есть причины разные, и когда я сопоставляю какие-то вещи, дни, я понимаю, что я должен быть. Не потому, что я его совершаю, братья совершат очень хорошо, но для меня почему-то внутри, я вот боролся с собой, я должен быть. Я хочу вместе с вами сегодня совершить это служение. Предлагаю одно местописание для нашего рассуждения. Это Евангелие Иоанна, 1 глава, 29 стих. На другой день Иоанн, говорится о Иоанне Крестителе, на другой день видит Иоанна, идущего к нему Иисуса, и говорит. Вот, агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанн не просто говорит Сын Божий, Иисус, он провозглашает это слово, это агнец Божий, который берет грехи всего мира. Коротенькое мое рассуждение этой проповеди так и будет называться. Агнец Божий. Сравнение Иисуса Христа, который есть Бог, Сын Бога, который пришел во плоти человека, родился как младенец. И сравнивая с санкцем, мы встречаем много раз очень глубокое, важное значение. Для нас это имеет очень важное значение, как для церкви, потому что о нем, как об агнеце, Бог говорил много-много раз. Из Ветхого Завета до момента исполнения. Во всех религиях мира люди ищут жертву, чтобы принести тому Богу, которого они исповедуют, вот тот обряд, то состояние, которое у них есть. Но именно христианство, оно исповедует Иисуса Христа как жертва во искуплении рода человека. Именно Иисус, мы читаем об этом, Он Сам принес Себя в жертву, как Бог, чтобы люди, живущие на земле, веря в Него, получали прощение и надежду на вечную жизнь. Мы сегодня не приносим жертвы за грех, за умилостивление. Мы сегодня все, что можем принести, это жертва хвалы, прославляющая Бога. Аминь или нет? Потому что Он однажды Собой все совершил. Первое послание Петра, 3 глава, 18 стих. Потому что и Христос, чтобы принести, привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведных за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив по духу. Человек потерял Бога в своем отношении. Это произошло в Эдемском саду. Но Господь с того времени, если так можно сказать, начал искать человека. То есть состояние человека разорвались с Богом, отношения разорвались. Но Бог со своей стороны продолжает его искать. И первое доказательство, и ярко выраженное Богоотношение к людям, когда Он пришел в Эдемский сад. Первый вопрос – где ты? Адам, где ты? Это вопрос поиска. Это вопрос поиска. Бог ищет человека. И это дает нам надежду. Однажды Бог нашел нас на той дороге, которая вела в погибель. И Он назвал наше имя, как имя Адама. Где ты? Вот я. И мы тоже боялись. У нас были разные чувства, но Он позволил нам выйти к Нему, чтобы получить прощение. И это благословение. Сегодня мы молимся Богу и вопьем к Нему о покаянии многих людей. Притча о истории любви или притча блудного сына. Написано, отец выходил на дорогу. Он не шел искать его в другие страны. Очень интересно, притча о поиске потерянной овцы призывает нас искать тех, кто потерялся. Притча о ушедшем сыне из дома отца показывает нам, отец выходил. И однажды, это говорит о его молитве, о его ожидании, о его отношении, и однажды у свиного корыта Он сказал, в доме отца моего хлеба много, пойду. Другими словами, Он услышал за все эти годы, которые Он провел вне дома отца, услышал голос Бога, условно говоря, который дал Ему правильную мысль. Сынок, иди домой. И Бог встретил его, как сына. И дальше написано, Он радовался, потому что был мертв, и ожил, был потерян, и нашелся. Матери, отцы, жены, мужья, дети, обновитесь в вере. Ваши молитвы позволяют Богу работать с сердцами тех людей, за которых мы сегодня плачем. слава Господу, друзья мои, хочу показать еще несколько мыслей, и мы читаем о служении Христа. И Иисус говорил притчи. И если вы будете внимательны, вы увидите, что в притчах Бог показывает поиск. В притчах, которые рассказывает Иисус, говорится о том, что искать, ищи, искать. Смотрите, притча о потерянной Драхме. Она сама не нашлась. Нужно было искать. Потерянная овца, я уже говорил, нужно было искать. То есть, когда мы смотрим, с одной стороны, Господь делает все, чтобы мы понимали Его, но с другой стороны, вот этот наш, устремляющийся вперед, поиск. Хочу показать еще нечто. Смотрите, Иисус, Он Сын Бога, Он Бога называет Своим Отцом, потому что Он есть Его Отец. Послушайте меня. Когда Он уйдет, Он скажет, Я иду к Богу Моему, и Он разделяет Своего Бога с нами, к Богу Вашему. Я иду к Отцу Моему, и Он разделяет. Он говорит, теперь через веру в Меня Он и Ваш Отец. Но в земном служении, послушайте Меня, Он говорит об Отце, как пославшим Его. То есть, не просто как Отец, но Он всегда говорит, пославшим Меня. И в Евангелии Иоанна 42 раза Иисус называет Отца посылающим Его на землю. Как послал Меня Отец, как послал Меня Отец, Отец послал, Отец заповедовал. И потом Он говорит, как послал Меня Отец, Я посылаю вас. Он говорит об Отце, Он показывает Его, и сегодня для нас это важно понимать. важно понимать. Позвольте, не докончив мысль, предложить еще один текст. Евангелие Иоанна 14, глава 23 стих. Иисус сказал Ему в ответ, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Стоп, 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 оставьте этот текст. Я признаюсь честно, я читал быстро раньше, я слушал, мы придем к Нему, а я думал, что мы придем к Богу. И здесь мы читаем, что Иисус сказал в ответ, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его. И дальше Он говорит, мы придем к Нему, и что сделаем? Бог в поиске людей. Бог говорит, я приду к Тебе, мы придем к Тебе, и сегодня мы переживаем Духа Святого в своей жизни, Иисуса Христа, прощающего и искупившего нас, и Бога Отца, Который готовит обитель для своего народа. Аллилуйя! Мы придем к Тебе. Это великое благословение. Бог готов прийти к Тебе, Он инициатор поиска. Любой нормальный папа или мама может высказать какой-то упрек сыну или дочери, даже какое-то, может быть, наказание, но любовь при этом не уменьшается. Родитель ожидает, что осознает его дитя и придет и скажет, пап, мам, прости меня, но если это не происходит, или это позже произойдет, отец идет навстречу. Мать идет к своему дитя, как бы там ни было, не правда ли? И говорит, я приду к вам, мы придем. Это есть огромное благословение. Послушайте послание к евреям, я быстро двигаюсь. 10 глава, 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Итак, мы имеем, мы имеем от Господа дерзновение входить в освятилище. В освятилище. Просто так не войдешь. Просто так не войдешь. Приближающийся к Богу должен чтить имя Его Свято. Простите меня, но очень часто мы сами понимаем, что наше состояние, содержание нашей души оно не угодно не то, что Богу, оно нам не угодно, но при этом мы верим во спасение, ничего не меняя. Воспосредством крови Иисуса Христа без крови прийти в освятилище невозможно было раньше и ныне. Но для нас, как я уже говорил, христианство не приносит пролитие крови, не приносит жертвы, потому что эта жертва была один раз и за весь род человеческий. Аллилуйя! И это Христос. Посланник евреям описан, он собственной кровью вошел, ибо кровь козлов и тельцов написана, Отец, ты не восхотел. Больше это не покрывает грехи. И он вошел собственной кровью, и это искупило род человека. Открывая служение, я говорил о двух храмах. Первый храм, который построил Соломон, это была мечта его отца, Давида. Но Давид, из-за того, что сделал какие-то поступки, получил слово от Бога, ты не построишь храм, но сын твой построен. Сердце Давида так любило Бога, что он все годы, особенно последние годы, он заготавливал на храм драгоценные металлы, ткань, жемчужины, золото. И даже из того богатства, которым он обладал, как отец своего дома, он все дал на храм. Этот храм был величествен. Когда Иисус говорил об этом, будучи вот уже в служении, этот храм был величествен. Теперь немножко истории. Первый храм, который построил Соломон, он имел период 480 лет. Примерно исторически он простоял на земле 480 лет. Настолько, насколько можно исследуя найти информацию из свитков людей, раввинов, которые где-то сохранились, исследуя Писание, в этом храме за период 480 лет прошло 18 первосвященников. То есть каждый из этих первосвященников мы ясно можем сделать вывод, не раз входил в освятилище, не раз. То есть благоговение, понимание того, кто есть Бог, и прийти раз в год он входил в освятилище, чтобы принести жертву, пролить кровь на крышку ковчика за искупление грехов. Вот Бог принимал. За грех, который пришел в Израиль, храм был разрушен. Бог снял ограду и пришли разрушения. Пройдет время, и Господь поднимется Рававеля, и он построит или отстроит другой храм. Это будет тот же храм, в котором Израиль хотел поклоняться Богу, в котором должны были приноситься жертвы за грех. И Зарававель восстановил храм. Он не был таким, он был прекрасен, но не настолько, насколько он был прекрасен изначально. Второй храм, который был построен Зарававелем, он простоял 530 лет. 530 лет. За 530 лет, настолько, насколько об этом говорят справочники, прошло 300 первосвященников. 300. В принципе, разбежка в 50 лет, на фоне полутысячи лет, это не так много, но в соотношении 18 первосвященников и 300. 200. В Библии нет такого ясного понимания, но исследуя Библию, исследуя, опять же, я говорю, историю, учителя говорят, что первосвященник, входя в храм, долго готовился, об этом говорит Библия, и к нему привязывали все-таки веревку за ногу. И когда он входил во святое святых, чтобы принести жертву, если что-то было не так с ним, он умирал, а зайти забрать тело никто не мог, поэтому, чтобы его оттуда выизвлечь. Отношения священников к жертве во время Соломона и во время Заравеля явно были разными. Если за период почти 480 лет первосвященники сохраняли свою святость и благоговение, то почему-то здесь мы обнаруживаем, менялись и менялись, что-то происходило и происходило. И пришел такой момент, друзья, когда Бог сказал, я больше не хочу, я не хочу, крови козлов и тельцов. Ее приносят по какому-то человеческому неправильному отношению. И вот почему мы с вами сегодня совершаем служение преломления хлеба, и мы не приносим жертвы, потому что мы уже исповедуем ту жертву, которая была принесена воискуплении всего рода человека. Поэтому, когда мы говорим войти во святилище, ты просто так не можешь войти. Почему сегодня мы совершаем преломление хлеба, мы какие-то вещи совершаем, и мы говорим, а кто из нас умер, если что-то не так? А где что-то с кем случилось, если не постится, если сплетничает, если грешит тайно, грязные вещи какие-то делают, а где разница? И это стало поражением многих людей. Это поражение, которое откликнется в вечности, когда предстанем пред Ним, самое страшное, что произойдет, Он скажет, я тебя никогда не знал, я твоим именем, я тебя не знаю, я изгонял бесов, я тебя не знаю, я исцелял, я тебя не знаю, я проповедовал, я тебя не знаю. Понимаете, что Божий стандарт, его чистоты и святости не стал меньше. Если это было в первом храме, построенном Соломоном, во втором, Божий стандарт, его святость не стала менее ценной и значимой. Все, что происходит, мы посредством его крови, кровь Христа, кровь Христа хранит нас, поэтому мы делаем какие-то неправильные вещи, мы входим-выходим и все хорошо, это любовь, друзья, это милость, что у тебя есть еще шанс осознать, что-то изменить, покаяться и чтить его свято. Аминь. Это не говорит о том, он тут за кафедрой такие вещи говорит, послушайте, друзья, Библия говорит, произвольно грех, знающий жертву Христа, не имеет больше значения ли силы. Понимаете? нет прощения за грех произвольный, жертва Христа. Это нужно понять внутренне в духе, друзья, поэтому сегодня охлаждение в церкви, охлаждение в народе Божьем, сегодня доступность во всем мире смотреть разные церкви, а мы чему-то удивляемся, а кто-то наоборот это принимает к себе, считая, а что, это нормально? Господь никогда не простит людей, если они не успеют покаяться, которые переписывают Его Слово через свои личные какие-то понимания и поступки путей. Истина останется истиной. Аминь. И мы здесь видим, если опять же говорить об этом, мы понимаем, мы понимаем, насколько все это было и есть серьезно. Заканчивая это короткое слово, я хочу предложить еще один текст, послание, конечно же, к евреям. Седьмая глава двадцать третий ниже стихи. смотрите, что говорит автор послания Павел, безусловно, Павел, хотя и следует, говорят, возможно, еще кто-то мог быть. Притом, тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. одному. Это о чем я говорил. Смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у вас, у нас, первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву самого себя. Библия ясно дает понимание. здесь нет двоякого или трехсторонного вывода мышления. И поэтому сегодня, когда мы говорим о служении, и я хочу сказать не только о служении хлебопрелавления, все, что принадлежит Богу, оно свято. Смотрите, какой был закон в Ветхом Завете, если кто-то прикоснется к нечистому, что случалось с человеком? нечист. Мы, дети Божьи, мы соприкоснулись со святостью Его. Свято. И ответственность человека, нас, как церкви, детей Божьей, сохранять эту святость в своей жизни. И в этом помогает нам Святой Дух. В этом помогает нам Бог. В этом мы имеем милость Его. Поэтому, дорогая церковь, братья и сестры, каждый раз, когда мы приходим к этому важному служению, постарайся возможно с твоей стороны соблюсти в послушании. Постарайся конечно же, мы все верим и ожидаем милости, любви. Я не хочу каким-то образом тексты приводить, которые там страх какой-то произведут, какие-то вещи. Но, братья и сестры, Библия ясно говорит, двое в поле. Один берется, один остается. двое на постели, один берется, один остается. Но, Библия ясно говорит, если говорить, трое получили таланты, двое взялись, один остался. Понимаете? То есть, смотрите, насколько невозможно пройти вот, знаете, просто в толпе. Я закончу эту проповедь. Помню, однажды я разговаривал с Федором Максимовичем, и он давал мне наставление. Он рассказал одно откровение, которое он имел, видение, или какое-то такое духовное переживание. У него в церкви была одна женщина, которая грешила, грешила, каялась, приходила, грешила. И потом она как-то пропала. И вот однажды он ее увидел в церкви, он так посмотрел и решил, я тебя не приму. И вот он видит такое видение, говорит, большое такое, большое стадо овец. Овцы чистенькие, беленькие, есть такие и подвымазанные, но идут и стрясают эту грязь, и пока доходят до такой калитки, как бы. А он говорит, а я стою как пастор, и я так приоткрыл дверь, вот, и каждую овечку пропускаю. И идут эти овцы. и вижу эту овцу грязно-грязно, изранена такая, избитая. И говорит, когда она подошла к этому моменту, я так раскаленным и закрыл. Не пускаю ее. А Господь ему говорит, пропусти ее. Она раскаялась. Она моя дочь. Говорит, Господи, прости, если тех пропускал через прижатую калеточку, говорит, это я открыл. Заходи, дочь. Понимаете, у Бога милость велика. Он Бог прощающий, Он Бог любящий. Люди, но не вечно быть пренебрегаемым Духу моему, говорит Господь, посмотрите свою жизнь, пересмотрите свои отношения. Библия ясно говорит даже о вопросах отношений с людьми. Одно дело мир спасать, а другое дело, когда человек был в Боге и стал кощунник. Библия даже в этом вопросе говорит, каким должно быть отношение человека. люди, исключенные из церкви. Библия говорит, не приветствуйте, мы сегодня об этом никогда не проповедуем. А почему тогда Библия об этом сказала? Чтобы устудить его, не даст ли ему Бог покаяния. А мы друзья, а у меня с ним все хорошо, а у тебя все плохо. Или еще что-то. Библия ясно говорит о людях, которые не совершают путь служения. Говорю, делать и не делают. О слушания. Я хочу сегодня, чтобы мы посмотрели. Мы посмотрели глазами Библии. Бог Он прощает всех. Но настает какой-то момент, когда человек огрубевает своем сердце и настолько сильно огрубевает, что уже никакое прикосновение, ни проповеди, ни братьев-сестер, ни самого Господа не может помочь этому человеку. Так огрубило сердце. Пример Иуды. Один из вас предаст Меня. И все встревожились. Написано, начали говорить каждый один за другим, не я ли Господи, не я ли Господи. И Христос ясно говорит, макающий со мной в чашу руку, Он предаст. Иуда это слышит, Иуда это делает. Иуда встает, уходит и делает этот гадкий жест. Почему? Господи, почему Твои слова не позволили ему упасть на лицо, просить прощения? Учитель, прости, я никогда не предам тебя. Что так могло быть внутри? А давайте посмотрим. А Иисус когда-нибудь его бил? Иисус когда-нибудь его там как-то плохо относился к нему? Знаете, Он ему доверил такие вещи, которые не каждому доверишь. Есть люди, когда огрубевает сердце, и его уже невозможно изменить. Недавно я равнял грейдером дорогу, и я когда срезал, чтобы ровно было, оглянулся, вывернутый такой камень, здоровый такой, ну, бесформенный такой, ну, такой вот, как показываю в руке. Ну, я вышел с грейдера, потому что и будет ехать машина, если кто-то не заметит, ну, побьет подон или еще что-то, я взял этот камень, так взял, поднял, посмотрел на него, камень, а это не камень. Мне даже интересно стало, я подошел к грейдеру, и вот этот железный отвал такой, и я так ударил в этот отвал, он раз лопнул на несколько частей, это было засохший кусок глины, и только когда сильно его ударил, он не размягчился, он просто раскололся на несколько частей. сердце людей, верующих людей однажды было изменено, больше каменного сердца у христианина нет, но оно может так огрубеть, что оно не способно будет, чтобы прогладить его, поэтому пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы мы понимали во святилище, вот это видимая символы тела и крови, это не просто, ничего не поменяется, ничего не произойдет, это наши отношения с Богом, и я уверен, друзья, когда вы участвуете прямо сейчас, и те, кто смотрят нас по трансляции, вы чувствуете, как ваша совесть обличает вас, а если совесть обличает, коль паче, Бог, что надо сделать, все очень просто, признать Иисуса, как Сына Божьего, Которого Ты признал в день Твоего покаяния, и сказать, позволь мне начать сначала, давайте мы поднимемся, прости меня, Господи, а знаете, в Ветхом Завете, это образ, братья, поднимитесь, это прообразы, и вот эта история двух первых царей, она же ясно показывает, Саул взялся за одежду, чтобы тот почтил его, разве это покаяние? Главное пред людьми, а Давид даже не за одежду не взялся, он имел власть пророка панафанов закрыть, казнить, смерти предать, но он упал на лицо и сказал, нет, не имеет меня радость спасения. Вот что делает Бог, когда сердце человека, вот, Давид даже и не понял, что он сделал ужасный грех, хотя, я думаю, ясно понимал, что так нельзя, он не ожидал, что будет такой исход, а когда уже выплыл этот грех внаружу, грех блуда, он решил его загладить своими методами, и так загладил, что лучшего верного друга убил, и в итоге мы знаем эту историю, поэтому, когда мы сейчас будем молиться за хлеб, просто скажи, Господь, я не хочу, чтобы этот хлеб прошел мимо, я хочу принять мимо, сейчас крышей, сегодня 3 1 2 3 2